В эфире новости на 9 канале в студии Анны Семенова. Здравствуйте! Сегодня 37-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Ликвидировать последствия катастрофы из Старого Оскола отправилось 700 человек. На сегодня в живых половина, многие из них 26 апреля. В любую погоду собираются в сквере ликвидаторов, чтобы почтить память ушедших товарищей минутой молчания и возложить цветы. Ежегодные встречи, приуроченные к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, отзываются болью в сердцах этих сильных людей. Ведь приходит сюда все меньше их товарищей. Многие из них плечом к плечу боролись с невидимым врагом – атомом. Не всем повезло. Для кого-то доза радиации оказалась смертельной. Тота оставил у саркофага здоровье. Александр Яровой до аварии работал в транспортном предприятии. 1 мая прямо на параде пригласил меня начальника объединения. И говорит, так и так. Готов 10 машин и 20 водителей. Чернобыль, ты знаешь, взорвалась. К 9 числу, что было там. Дозиметры появились у ликвидаторов аварии не сразу. Да и меняли бригады нечасто. Свою точную дозировку Александр, как и многие, кто был там, точно не знает. Мы были первыми. Я уже во второй партии поехал. Мы были первыми. И мы до сих пор, кто был первым, не знаем. И я и не хочу знать. Пока ноги хуйносят, все так и есть. К сожалению, некоторых ребят нет уже у нас. И некоторых, многих. Муж Риммы Романовой Юрий Васильевич попал в ряды ликвидаторов в 87-м. Прийти сегодня он не смог дела. За него дань памяти отдает жена. Что мы могли особо в то время знать? Его забирал военкомат раз. Второй раз отстояли. Я была беременная. А на третий раз его забрали. Аукнулась. Болячек полно. Но ничего, мы живем, как говорится. Радуемся жизни. Внучка у нас маленькая, хорошенькая. Она у нас родилась тоже 26-го. Сегодня ей два годика. В 88-м на атомную электростанцию отправили Михаила Чуприна и Анатолия Азарова. Один был радиометристом, но там стал поваром в солдатской столовой. Другой водитель. Чернобыль забрал у обоих часть здоровья, но подарил дружбу на всю жизнь. В поезде или в военкомате? Не в поезде, в автобусе. В военкомате. В военкомате. До сих пор дружим. Дружим. С семьями. Братство чернобыльцев в Старомоскоре очень крепкое. Спустя годы они продолжают общаться и поддерживать друг друга. Действует общественная организация. Создали целый музей. В этом году, в апреле месяце, мы уже провели 23 экскурсии. В наш музей посетили 505 учащихся староскольских школ. 12 человек чернобыльцев выступало перед учениками. Рассказывало о своем участии в ликвидации аварии. Два с половиной года назад у ликвидаторов появился свой сквер. Не хватает только поддержки администрации. Даже в преддверии 37-й годовщины взрыва на ЧАЭС никто не позаботился о том, чтобы люди смогли пройти к памятнику. Лужи, ямы, грязь. Анастасия Иконникова, Павел Казакевич, Илья Самсонов, 9 канал. Уголовное дело возбудили против белгородца, пытавшегося оправдать удары ВСУ по российской территории. Такой комментарий правоохранители увидели на странице во Вконтакте под видеороликом о вертолетной атаке по нефтебазе в Белгороде. Еще одно уголовное дело в области возбудили за госизмену. 20-летний житель Тулы намеревался перейти границу с Украиной в обход пунктов пропуска, чтобы присоединиться к вооруженным террористам. Белгородские силовики сообщили, что парень также планировал поджечь военкомат и отправить в видеотчет кураторам. В Незнамове погиб рабочий. В селе монтирует систему водоотведения. На установке канализационных бетонных колец работал экскаватор, 62-летний водитель которого случайно попал ковшом по голове 38-летнему мужчине. От удара пострадавший скончался на месте. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Расследование уголовного дела продолжается. С 29 апреля по 1 мая в Белгороде пройдет традиционный фестиваль «Река в цвету». Он знакомен с ландшафтным дизайном и современной флористикой. В этот раз жители и гости города увидят множество тюльпанов и необычных арт-объектов. Ими украсят парк Победы, набережную Везелки и водную гладь. Кроме того, на разных площадках пройдут концерты, мастер-классы, театрализованный показ мод в стилистике 30-40-х годов, кукольные спектакли, игры и конкурсы. Будет и пикник-зона. В прошлом году на фестивале побывало около 600 тысяч зрителей. А старый оскол станет миллионником. Именно столько цветов в этом году высадит зеленстрой на 20% больше, чем в прошлые годы. Первые семена упали в землю еще в январе. И сейчас 33 сотки теплиц похожи на гигантский цветник. Вот только большая часть – петуньи. Тюльпанов практически нет. Очень мало высадили роз. Почему, выясняла Лариса Ульяненко. В этом году Белгород утопает в тюльпанах. Но старооскольцы вряд ли увидят эти цветы на наших клумбах. Что позволено Юпитеру, для нас дорого. Кроме того, у зеленстроя не хватает рабочих рук. Владычице оскольских газонов будет незатейливая петунья. Цветет полгода, яркая. А главное достоинство – неприхотливо в уходе. Времена, когда глаз радовали розы, похоже, прошли. В этом году в округе высадили всего 500 кустов. Их, как и тюльпаны, бюджет, судя по всему, не тянет. И ухаживать некому. Хотя рабочим и мастерам зеленстроя подняли зарплату на 25%, а скольчане сюда не идут. Физически тяжело. Летом целый день на жаре, зимой на морозе. Ведь уборка города не только на СГМ по ОКХ, но и на зеленителях. Чтобы хоть как-то восполнить нехватку рук в 100 человек, сюда присылают тех, кому суд в качестве наказания прописал общественные работы. Однако мотивация у таких сотрудников низкая. В отличие от тех, кто трудится на предприятии давно. Сейчас зеленстроевцы избавляют улицы от сухостоя, высаживают деревца, кустарники и цветы. Только на площади Победы на днях появилось 630 кустов и 190 хвойников. Из-за развескленных корней полив им требуется куда обильнее, чем цветам. Так что работы у озеленителей стало больше. Площади, засаженные цветами, тоже увеличили на целых 20%. Миллион цветов приготовил зеленстрой. Цветовая гамма будет разнообразная. Новинки, видите, в городе называть не буду сейчас. Просто у нас будет много вертикального озеленения. Вот это, наверное, новинки. Ашпо и вьющиеся растения. Количество? Ну, где-то около миллиона мы вырастим, высадим. Раньше 700-800 тысяч, сейчас миллион. Мы выращиваем те, чтобы они на клумбах цвели до поздней осени. А вот с многолетниками в Асколе, судя по всему, решили завязать. Те же тюльпаны цветут всего полтора месяца. Ну и что, что красиво. Не в части и травы со злаковыми, которые отлично смотрятся на альпийских горках. Хороши и летом, и зимой. За ними тоже нужен уход. Большинство у нас будет однолетних. Многолетка цвела, ее надо вырезать. Они стоят в будрюке. А на клумбе, когда у нас всего 200 человек на весь зеленестрой, это просто нереально. А вот Белгороду ничто не помешало засадить газоны тюльпанами. Областной центр похож на райский сад. Наши же клумбы глаз пока не радуют. Но вины озеленителей в этом нет. Они делают все, что могут. И даже больше. Это видят и ценят и оскольчане, и гости города. Что хочу сказать о цветах, о зеленении нашего города. Очень приятно видеть наши газоны. Я считаю, что у нас достаточно уделяют внимания озеленению нашего города и красоте его. Ну, хотелось, может быть, каких-то решений. Исклюзивных или каких-то там дизайнерских, чтобы радовало глаз. А так очень даже приятно. Злаки тоже красиво смотрятся. Это оригинально. Тем более, что там в зеленом лагу интересные решения. И если посмотреть, то очень красиво, живописно смотрится. Мы приехали из Шебекина. Очень благоустроен город. Озеленение на высоте. Да. Действительно, очень хорошо. Мы увидели новые цветы. Вот я даже не знаю, как они называются. Нежно-сиреневого цвета. Похоже на сиреньку, да? Да, на гиацинты. На гиацинты, вот такие вот цветочки. Но мы у себя таких не видели. У нас весной больше тюльпаны, особенно в Белгороде. Нам очень понравилось. Нам понравилось. У нас очень хорошее впечатление от города. Однако жителям все же хочется больше цветов. В Двиге есть, но по клумбам нет. Вот особенно парковая зона, вот эта, так сказать, называемая, около Были вообще. Или они будут тут что-то опять дальше делать. Потому что здесь клумб не стал от слова совсем. Вот это мне не нравится. В последние годы я замечаю, что цветов у нас очень мало стало. В основном кустарники сажали. А цветы, ломбы, просто засаживаю кустарниками и все. Или травку. Азонные и все. Нехватка рук не единственная проблема. Цветы и кусты оскольчане банально разворовывают. В сквере Пушкина пенсионерка выкопала 8 свежепосаженных растений. Объяснила. Хорошо на могилке будут смотреться. Красиво. Лариса Ульяненко, Павел Казакевич, Симон Гречишников, 9 канал. В нашу студию по телефону 4503-89 продолжают поступать звонки телезрителей. Наибольшее число обращений в рубрику «Есть вопрос, есть ответ» на этой неделе касалось темы проезда к дачным участкам. Армия дачников, которые пользуются общественным транспортом, насчитывает почти 70 тысяч человек. Курсировать специальные автобусы начнут с 1 мая. Подробнее об организации маршрутов, интервалах движения, вместимости транспорта и стоимости поездок расскажем в наших ближайших выпусках. Другим темам. Во всех регионах страны прошла премьера фильма о Владимире Жириновском. Живой и документальную ленту о выдающемся политике, мастере и потаже показали в день рождения основателя ЛДПР. Без спецэффектов, но со стопроцентным качеством. Говорят об увиденном первые зрители в Белгороде. Специальный показ собрал зрители разного возраста и ветеранов ЛДПР, и молодежь, только получившую партбилет. Живой. Именно это слово приходит на ум, когда думаешь о Владимире Жириновском, отмечали выступавший перед фильмом. Его прогнозы, идеи, его борьба за русский мир сегодня обретают новое звучание и новый размах. В России никогда не будет Европы, Западной Европой, разумеется, в виду. Понимаете? И он говорил, почему? Главное заключается в том, что Европа или Запад видит в нас кого? Видит в нас сервилистов, обслуживающих персонал, тех, кто будет вытирать им одно место. Кстати, единственный депутат Государственной Думы, который сказал, с Украиной иметь отношения нельзя. Это было при президенте Кучмы. Эти подлецы нас продадут. Так оно и получилось ведь в конечном счете. Самый такой сумасшедший в моей жизни уикенд 2014 года, когда мы поехали в Севастополь. Я не понимал, куда мы едем, зачем, почему. Я вроде жил в повестке, но я не все вещи учитывал. Мы приехали, по-моему, к мэрии в Крым. Когда мы все приехали и одели бронежилет, он одел его, снял, потому что сказал, что я должен умереть героем. Герои картины вспоминают личные истории, связанные с основателем ЛДПР, о том, что происходило за кулисами, за кадром его публичной жизни. Травма на всю жизнь осталась, когда ему, как нуждающимся мальчику в школе, подарили какую-то обувь. И он говорит, вот мне подарили, как малоимущему. Говорит, у меня настолько это все покоробило тогда. Говорит, я уже себе купил тысячи пар обуви. Сколько я там пересмотрел, перемерил и переносил одежды. Но вот этот факт, когда тебе, молодому человеку, маленькому даже ребенку приносят и от родительского коллектива вручают обувь как малоимущему. Говорит, это, с одной стороны, действительно тебе это нужно, потому как ты живешь в бедной семье. С другой стороны, тебе это очень неприятно и даже где-то унизительно и оскорбительно. Он это очень остро воспринял и пронес эту обиду, эту горечь на протяжении всей своей жизни. Жаловался так в кулуарах иногда, что мучительно соблюдают диету. Мне говорят, вот с утра дали кашу и орешки. Ну я говорю, что, белка, что ли, орешки есть? На мне неприятно это. Мне говорят, другие варианты люблю. Мясо, что-то связанное с тестом. Манта, хинкали, вот это вот, чебуреки. Он говорит, великолепно. Он говорит, кушай овсяную кашку и орешки, как белка. Ну нельзя же так. Пытаясь разгадать противоречивый феномен политика, знавшие его близко, говорили о том, что главным в Жириновском было его человеколюбие и готовность прийти на помощь. И эти качества воспитать или развить крайне сложно. Или они есть, или их нет. Владимир Вольчин спрашивает, а где товарищ-то этот? Ему сообщают, что в соответствии с вашим указанием он был уволен. На что Владимир Вольчин с недоумением говорит. Ну вот видите, вот вы все раз за разом совершаете политические ошибки. Ну может у человека что-то случилось. Горе в семье. Вы выяснили, что он был пьяный? Люди говорят, да нет, ну вы сказали. Ну я сказал. Ну я дал общее направление, мысли. Ну вам-то надо было прояснить. Может у человека болезнь какая-то. Мать умерла, отец, дети, проблемы. Ну расслабился. Надо вернуть человека. Оступился, верните обратно. Пусть дальше работает. Человек-то хороший. Выпил один раз, а вы сразу убрать, убрать. Ну нельзя же так. Спустя годы обратила внимание, он понимал женщин. Он давал возможность нам заниматься и своей личной жизнью. Если мои коллеги, мужчины-депутаты, постоянно были с ним рядом, то он мне давал возможность заниматься своей основной работой и еще заниматься своей семьей. В широком прокате фильма не будет. Посмотреть можно в соцсетях. Анна Семенова, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я Анна Семенова прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи на 9 канале. Мой бюджет трещит по швам. Значит срочно нужно к нам. Сохранит бюджет маяк. Цен высоких. Злейший враг. Продукты, напитки и все для уюта и чистоты в доме. Маяк 1-й конной армии 67А и в Атутина 38А. Студия Лариса Ульяненко. Здравствуйте. По статистике треть россиян страдает гиперчувствительностью к березовой пыльце. Причем в некоторых регионах в последние годы число подверженных полинезу выросло в разы. А между тем в средней полосе время цветения берез. Так что если вдруг начался насморк, часто чихаете, покраснели, чешутся и слезятся глаза, не исключено, что вы аллергик. Спасение нужно искать не только в таблетках, но и дожде, который перебивает пыльцу. И осадки, согласно прогнозам, скоро вернутся. 27 апреля в Старом Осколе и Губкине 20-21 выше 0, ночью 12-15. Облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Давление 744-745 миллиметров. Магнитное поле спокойное. ОФ-индекс средний 5 единиц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин